Первый социальный магазин открыли в Хабаровске для вынужденных переселенцев. Здесь они могут подобрать одежду, обувь из гуманитарной помощи, которую предоставили жители и организации региона. Магазин уже принял первых посетителей. Репортаж Марина Нестерович. Шорты дочери. У меня девочка просто такая, как и я, поэтому размеры как бы, ну и джинсы, курточку ей посмотрела. Екатерина Фурсенко уже подобрала одежду для дочери и себя. Приодеть еще нужно четырехлетнего сына и мужа. Семья большая. Несмотря на то, что впереди несколько теплых месяцев, многие переселенцы с Украины уже задумываются о зимних вещах, наслышаны о дальневосточных морозах. Девочки, да, принесли курточку, пусть бушную, но принесли. У меня есть, у мужа нет курточки, тоже нужна. Обувь зимняя всем нужна вообще. Также самосвитера, штаны. Под магазин помещение безвозмездно предоставил владелец торгового центра. Здесь же разместили и два склада. Сейчас люди берут, берут, берут вещи, причем берут активно. И как только рейлы освободятся, мы отсюда начнем опять же пополнять наш социальный шоурум. Сбор гуманитарной помощи для беженцев в Хабаровском крае начали с февраля. Для этого открыли 97 мест приема. Один из них, самый большой, был оборудован в платином арене. Не устаю повторять, у нас край добрых людей. Гуманитарную помощь несут, несут везде. У нас по поручению губернатора в каждом муниципальном образовании есть свой пункт сбора гуманитарной помощи. Кроме того, вещи и хостовары добровольцы приносят прямо в пункты временного размещения. Но для удобства людей власти региона совместно с волонтерскими организациями решили открыть социальный магазин. Он будет работать по, грубо говоря, по звонку. Ну, то есть мы знаем, что, например, сегодня ПВР там с Тихоокеанской. Люди, которые же находятся в этом ПВРе, должны приехать. И мы открываем там свои двери с двух до шести, грубо говоря, например. То есть это по записи такая немножко история для каждого ПВР. Пока это первый социальный магазин для вынужденных переселенцев, но организаторы не исключают, что может появиться и второй, если в этом будет потребность.